Добрый день! С вами Лаврентиева Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии. Посмотрим аспекты декабря 2018 года. Ждут нас интересные энергии. И энергии эти расположены в виде так называемой фигуры Джонса. Она называется корзинка. То есть все планеты, кроме Раху, в одной полусфере. Раху же, то есть северный узел, в ручке корзинки, отдельно, над всеми. И это положение указывает нам, куда следует направить интересы, на что сфокусировать свое внимание. Раху в Раке, по идее, будет уравновешивать, балансировать, компенсировать. Энергии. Именно через вот этот Раху в Раке мы будем раскрывать свои силы и энергии. Раху в Раке это семья, традиции и род. О положении лунных узлов на оси Рак-Козерог с 6 ноября 2018 года по 5 мая 2020 года у нас есть отдельное видео. Ссылка на него в описании, конечно, да. Однако, мы помним, что Раху это фиктивная точка гороскопа. Это точка пересечения лунной орбиты с эклиптикой. Хорошо бы, конечно, чтобы у вас в Натале там была какая-то планета. Раху в данной ситуации это непознанное направление, которое еще нужно освоить. Тем более, что узлы только-только перешли, северный узел только-только перешел в знак Рака. Ненасытная голова дракона, еще ее называют, вот эту планету. Вот и смотрите, в какой дом вашего Натала устремится вот эта голова дракона. Этой сферой вы и будете уравновешивать все декабрьские энергии. Туда сбрасывать нужно энергии, а энергии очень сильные. Мы имеем очень мощное скопление планет фактически в одной полусфере. Эту энергию нужно красиво направить в созидательное русло. Помните, что с 13 декабря Меркурий в огне в Стрельце. Как подумаете, так и будет. Отвечать нужно сейчас не только за свои слова и действия, но и за мысли тоже. По краям чаши корзины Уран и Венера. Именно они будут мотиваторами. Смотрите, дома Натала с весами, Тельцом и Водолеем. Ведущей все-таки является Уран. А Уран это высший Меркурий. Он олицетворяет связь с высшим разумом. Конечно, Уран поставят перед выбором. Помните, значок Овна. Это лепестки, расходящиеся в разные стороны, налево и направо. Так вот, Уран как раз в декабре и притормаживает в последних градусах Овна. И тем самым еще и становится более медленным и еще более значимым тоже. Как раз по теме выбора. Декабрьские энергии как бы дают возможность выйти на новый уровень сознания и просветлеть. Уран, кстати, это стрессы, неожиданности. Занимайтесь на земном плане хотя бы гимнастикой и зарядкой. Нужно быть гибкими. И теперь посмотрим, какие планеты и их энергии нам нужно будет осваивать. Посмотрим по отдельности. Обратила особое внимание на первую декаду декабря. Дальше уже так поспокойнее все. Ретро-Меркурий у нас вернулся в знак Скорпиона. Директная Венера в оппозиции к Урану до Новолуния 7 декабря. Она даст неожиданные какие-то события, перемены в социальной, финансовой сферах. И это переориентация жизненных ценностей. Кстати, рекомендую посмотреть наше видео «Соединение Венера-Юпитер» в полное лунное затмение 21-22 января 2019 года. Я его еще назвала «Танец Венеры», ее становление. Вот там как раз в восстановлении вот этой Венеры участвует аспект оппозиции Венера-Уран, который она проходит сейчас на два раза. Желание перемен, возможен разрыв старых отношений, возможны проблемы с друзьями, с группами. Дальше у нас «Солнце в квадрате к Марсу» даст конфликты, бунты против авторитетов, против власти, мужская агрессия, импульсивность, раздражительность. Желание достичь цели любой ценой. На правительство нечего пенять, нужно начинать с самих себя. Там уже будем дальше смотреть. Затем у нас «Нептун» подходит сразу же, «Нептун» к квадрату с Солнцем, я имею в виду. Это аспект помрачения, заблуждений, болезненной восприимчивости. И вот этот «Нептун» он еще больше осложнит отношения. С 6 по 9 мы имеем Марс в соединении с «Нептуном». Яды, анестетики опасны. Это борьба за идеалы, но скорее всего это будет борьба, основанная на заблуждениях, обольщениях или иллюзиях. Хотя, конечно, высоко духовный подвиг никто не отменял. 3 декабря Луна там еще достроит оппозицию, кстати, к Урану и тоже добавит психологическую, эмоциональную неустойчивость. В общем, мы имеем смены настроения, иллюзии, разрыва отношений и жажду приключений. При этом сильная эмоциональность, восприимчивость, возможно, какие-то неожиданные романы, тайные отношения. Но сразу скажу, ни к чему хорошему они не приведут. Так что предупрежден, значит вооружен. Контролируйте свое инстинктивное начало. 4 декабря женские, материнские Луна и Церера будут в квадрате к Лилит. Это тоже даст своего рода сильное расшатывание. Это такое, вот мы имеем неожиданное начало декабря на фоне ретро-Меркурия в Скорпионе. Мы говорили про него уже, то есть это мышление, язык такие острые, резкие, едкий ум, сарказм, ехидство, подозрительность, беспомощность, критичность. Может быть, ретро-Меркурий, он, конечно, склонен быть таким въедливым, все проверять. Но имейте в виду и не обижайтесь, если что будет ядовито, скажем так. 6 декабря Луна с Юпитером, это лень матушка, вот тоже забыла сказать. 7 декабря Новолуние в 9.22 Одесса, Киев. Солнце и Луна в 15 градусе Стрельца будут образовывать квадрат к Марсу с Нептуном. То есть вот такое вот двойное, тройное, четверное помрачение с яростью, тайной агрессией. Вообще плохие отношения отцы и дети, мужчины и женщины. Много иллюзий. Алкоголя, кстати. Спектр помрачений, склонности к самообману. И представьте себе, вот такая вот у нас будет Новолуния, которая заряжает нас на лунный месяц. Постарайтесь провести это Новолуния максимально в творчестве и максимально в сознательном состоянии, чтобы если уже в иллюзию уходить, то хотя бы в какую-то творческую. Меркурий там еще у нас в это Новолуния стационарный, то есть очень медленный, значимый соответственно. Но имейте в виду, что контакты и мышления будут такие, да, долгосрочные, медленные, но в то же время пролонгированное будет влияние от принятых решений. Синтегон Уран-Плутон действует. Мы про него подробно-таки проговорили в видео о полнолунии в Стрельце, но сейчас уже повторяться не будем о построении новых цивилизаций и о том, что нужно что-то переждать. 13 декабря Меркурий входит в Стрельца, вроде бы как в изгнание, в знак огня, и там он пробудет до 5 января 2019 года. Это аспект учителя. Важно иметь и опыт, и широкие познания, и мудрость, склонность к оптимизму, склонность к преувеличению, то есть нужно будет фильтровать свои эмоции, свои взгляды и не сильно уж так вдохновляться. Аспект больших идей – да, жажда знаний, открытий, поиск нового, незнакомого мышления под влиянием идеологии. Хорошо бы исследовать традиции, расширять своё мировоззрение. Важны духовные практики, путешествия, но, конечно, могут быть и бестолковые путешествия, растраты. С 3 декабря по 8 января Венера в Скорпионе – это страсть, это драма, это ревность, это самоедство, трагизм, риск, поиск риска, то есть удовольствие от рискованных событий, постоянная какая-то неудовлетворённость любви, то есть хочется чего-то более и более драматичного. Соответственно, напряжение мы имеем, подозрительность, повышается интерес к оккультизму, магии, то есть соприкосновение с иным миром у нас происходит по Скорпиону. Скорпион – это глубинные, скрытые процессы, следовательно, изменение сознания и совершенно новое, несвойственное оголение, проявление эмоций и чувств. Могут быть извращения, либо получения нового сверхопыта, оккультного или тантрического в конце концов. По Скорпиону будет тянуть на риск и на напряжение. Любовь и удовольствие от хождения на грани, то есть с максимальным риском. Но чем сильнее стресс, тем больше удовольствия, тем больше прозрения. Очень хорошо практиковать экстремальные виды спорта и борьбу. Привязки будут разрушаться, эстетические такие привязки. Останется то, что прошло через испытания Марса. Ретроградный Меркурий у нас до 6 декабря. Затем он разворачивается. Да, кстати, у нас в декабре еще помимо Меркурия ретроградный Уран. Он будет до 6 января. А в январе-феврале мы без ретроградных планет. И это классно. Можно начинать все, что угодно. Но учитывая, конечно, что 6 января у нас солнечное затмение и 21 января полное лунное затмение. Туда как раз приходит наше соединение Венера-Юпитер. Так вот, по поводу Меркурия. В декабре с 6 по 24 поднимутся те темы, которые были с 28 октября по 16 ноября. Марс в рыбах до 1 января 2019 года – это глубокие, довольно-таки глубинные, даже я бы сказала, подсознательные процессы. То есть он туда нас будет концентрировать, наше внимание. Действия ТА и ТЕ скрыты, нет волевого импульса. Цели не ясны. Работа на идеал, работа на идеологию и неприятности от родственников. Марс в рыбах хорошо осваивать через мистику, религию, творчество, музыку. Вот такой вот Марс, Венера скорпионистая и Меркурий. Но помните о том, что мир над нашей головой зависит от того, насколько качественно прорабатываются энергии каждым из нас. И насколько много гармонии и любви и творчества мы проецируем в пространстве. То есть если внутри нас с вами кипит, ну как бы май ему, та еще май ему. 22 декабря мы имеем полнолуние вечером. Солнце входит в ноль Козерога, как раз там это Коляда. А Луна будет в нуле Рака, это Купала. То есть это очень крутое полнолуние. И о нем я, наверное, расскажу лучше уже подробнее отдельно. Какие бы я рекомендовала использовать магические помощники в декабре месяце. Я имею ввиду, конечно, минерал. Первые две недели рекомендованы лазурит, сапфир, гелиотроп. И на последнюю декаду темный звездчатый сапфир, аметист, кварц и турмалин. Что ж, исследуйте свои натальные карты. Пишите в фейсбук в личку, уже в следующем году будем рассматривать ваши натальные карты. Смотреть предназначения, смотреть, что там приносят затмения. Будьте умничками, будьте осознанны. Отвечайте за каждое свое слово, мысль и дело. Будьте любимы и любите. С любовью, Ваша Настя. Субтитры сделал DimaTorzok